Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Встретились, поговорили» в студии Анна Смирнова и мой сегодняшний гость, главный редактор нашей газеты в Ирландии, Сергей Тарутин. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие рижские и латышские радиослушатели! Да, вы также можете подключаться к нам по телефону 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Ну и писать нам в WhatsApp 230 6191. Мы, конечно, сегодня в рамках нашей программы поговорим и о Брексите, и о том, что он значит для Ирландии, но и о многом другом. Но вот на днях мне рассказали такую интересную историю о датчайне, который приехал в Латвию. Он сказал, что в Латвии красивые девушки и вкусная еда. Ну, я вас про женщин и девушек спрашивать не буду, но вот насчет еды. Какой завтрак в Ирландии? Можете его описать? Традиционный ирландский завтрак. Вот если опять связать с Брекситом, он очень похож на английский, но гораздо сытнее. Дополнительно к яйцам, к бекону, к свиным сосискам пожаренным. Идет такой драники или, так сказать, картофельный пирожок. И очень странная вещь, которую ирландцы называют пудинг. На самом деле это наша обычная либо кровяная, либо колбаса из потрохов, собственно говоря. То есть вот это они называют пудинг. Он очень всегда богат и можно завтракать целый день практически. То есть завтрак продолжается на протяжении суток. Вот самое удивительное, я много латышей пытал, какая народная латышская еда. И как-то мне многие говорят, вообще нет никакой латышской еды. И потом я обнаружил, что есть вот замечательный вот этот серый горох со шкварками и с кефиром. А еще больше мне понравилась вот эта латышская селедочка с творогом. Вот это как бы, я думаю, что за это голландцы могут датчане, в общем, фору латышам дать. Но ваши вкусы близки к ирландскому завтраку или больше к латвийской кухне, к латышской кухне? Очень трудно сказать. На самом деле я бы сказал, что в ирландском варианте есть только три национальных блюда. То есть завтрак мы так, так сказать, спорим с англичанами за его приоритеты. Но, во-первых, это рыбный супчик, который называется чаудер. Вот если кто вдруг окажется в Ирландии, либо в Бостоне, к примеру, тоже хороший ирландский город, советую попробовать чаудер. Потом рагу по-ирландски. Ну, джером-джером, так сказать, трое в лодке, не считая собаки. Традиционное блюдо готовится долго, медленно, с любовью. И, как ни странно, вещь, которая называется рождественский пудинг. Она еще дольше готовится, чем ирландская рагу. Бывает по полгода, хозяйки ее выдерживают по году, в хорошем виски, бренди. Странное блюдо, но попробовать нужно. Я думаю, что вот в наборе блюд ирландцы где-то с латышами близки, так сказать. Кухня не столь богата, как японская, допустим, или та же итальянская кухня. Но есть такие знаковые блюда, которые один раз попробуешь, и ты уже понимаешь, в какой ты стране. Вы в Ирландию приехали в 1098 году, если я не ошибаюсь. Да. И тогда вы говорили, в интервью как-то я слушала, вы говорили о том, что там было очень мало русских тогда. Ну, дай бог, человек 200, может быть, с учетом посольства и с учетом представительства аэрофлота в Шенноне. Тогда аэрофлот летал, ну, наверное, как на Райан-Эр сейчас по Европе. 5-6 посадок ежедневно было аэрофлота в Шенноне. Как сейчас? Вы знаете, 80 тысяч примерно мы оцениваем русскоязычное население. Если говорить про всю Ирландию, согласно нашей последней переписи, которая, так сказать, пару лет назад была опубликована, 4,5 миллиона, полмиллиона поляков, где-то 180 тысяч литовцев. Вы знаете, число латышей разнится, потому что, так сказать, самолеты летают полные. И, ну, латышское, так сказать, посольство, по-видимому, оценивает в одну цифру, где-то в районе 25-50 тысяч. По переписи населения это тоже где-то порядка 25 тысяч. Но в реальности, я думаю, что гораздо больше, там где-то на 4 надо умножать людей из Латвии, которые живут в Ирландии. Приезжают на работу, приезжают на работу, работают, так сказать, просто живут с семьей. Ну, уткнуться в латыша в Ирландии достаточно просто, латыша или латвийца. Ну, вот в 2000-х, в начале 2000-х, когда начала выходить газета «Наша газета», она, можно сказать, помогала адаптироваться тем, кто приезжал в Ирландию? Ну, собственно, для этого она начала выходить, потому что приходили люди. Это еще было до воссоединения Европы в 2004 году. И тогда еще латышам и литовцам тоже требовались разрешения на работу. Обращались в основном с вопросом, как устроиться в этой жизни, да, то есть как найти дом, как найти работу, как все это происходит. Ну, на стороне печатной прессы в то время была технология, потому что, к примеру, подключиться к интернету можно было только по стационарной линии. Для того, чтобы получить стационарную линию, нужно где-то жить. То есть как бы люди заказываются в замкнутом круге, они не могут выйти в интернет, потому что они еще не нашли жилье. Это сейчас стало просто, появились вот эти смартфоны, вот так кажется, 10 лет всего лишь этим смартфонам, на самом деле. А сколько они всего достигли? Как мы уже зависимы от них. Да, безобразие какое-то. Да, но получается, что наша газета была таким первым другом, наверное. Да, информационно, да, огромное количество объявлений, у нас были адвокаты, и сейчас они есть, как бы они все сохранились. А вот другой вопрос, что сейчас, конечно, все это больше переезжает уже с бумажной темы на электронную, онлайн, я уж не знаю, там социальные сети, а там уже, глядишь, за социальными сетями и мессенджеры пойдут. Раньше вы выпускали на нескольких языках, если я не ошибаюсь, нашу газету, это и латышский, на латышском была газета? Это были совсем все разные абсолютно газеты. То есть мы сохранили сейчас на русском языке, называется «Наша газета», и на литовском языке газета «Литовис». Выходило пять лет или шесть даже, ну, до кризиса. Газета «Свейкс» латышская, мы сотрудничали с польскими изданиями, с несколькими, и у нас было даже одно африканское издание. Ничего себе! И читатели были? Ну, естественно, как бы африканцы, они же самые читающие нации в мире. — Какой-то, может быть, пик востребованности газеты вы наблюдали? То есть когда был наиболее высокий, велик интерес? Или он стабилен к нашей газете в Ирландии на протяжении всего времени? — Мы зависим от технологии, то есть он как бы растет в разных направлениях, но, скажем, рассвет печатной прессы я отношу так к 2006-2008 годы. Потом, к сожалению, мы все вместе пострадали от экономического кризиса. То есть я не скажу, что там упал интерес к изданиям, упал интерес к рекламодателям. То есть мы зависим от этого. А если спонсоров и рекламодателей немного, мы, к сожалению, должны под них ориентироваться. А сейчас это все переходит уже в некие электронные больше образы. Честно говоря, даже вот после прошлой недели, когда 3.1 закон вышел, известный нашим слушателям, это, я напоминаю, Еврокомиссия запретила новостным агрегаторам типа Гугла и Фейсбука без разрешения правообладателей печатать тексты. Оно, правда, не сейчас начнется, а через пару лет, но я думаю, что в тот момент мы должны начать, будем искать новые пути нашего распространения. Потому что, с одной стороны, конечно, приятно, когда тебе Гугл заплатил за какой-то текст, но я думаю, что он сделает проще, он просто отключит интернет. Да, но интернет сегодня вытесняет печатные издания, можно так сказать? Ну, да. То есть, как бы по интересу, по объему, по запросам интернет более важен. Причем я про то, что сам интернет немножко меняется. То есть, если 10 лет назад, 8 лет назад люди искали в поисковых сетях, то сейчас вот просто зайти в Фейсбук и написать, а вот что мне там купить или как мне найти. И люди не напрягаются поиском, тут же найдутся какие-то ответы. То есть, он развивается тоже, вот этот самый интернет, так сказать, и каким он будет через год, через два. Вот особенно, так сказать, что в него активно вмешивается политика, скажем так, мы не знаем. То есть, мы тоже должны каким-то образом следить, то ли бежать позади паровоза, то ли удерживать свою нишу. Ну, каким будущее газеты вы видите все-таки? Ну, я все-таки вижу, что это некое, так сказать, общественное действие. То есть, когда люди задействованы в издании, они сами написали, сами прочитали, сами поделились. То есть, это некий, так сказать, такой больше интерактив. То есть, вот как на радио принимаются звонки, а может быть, когда-то это будут не звонки, а радиослушатели могут сами, так сказать, каким-то образом включиться в этот процесс. Ну, по скайпу у нас, кстати, можно до нас дозваниваться также. Уважаемые радиослушатели, можете пользоваться. Ну, я думаю, что некий, так сказать, интерактив – это вот то, к чему все идет. Ну, вот у меня сейчас в руках, я для наших радиослушателей поясню, наша газета из Ирландии, она прилетела. И вот тут на первой полосе, я заинтересовала заголовок, учителям Ирландии и Британии представили новый учебник по русскому языку. Какое отношение к русскому языку сегодня в Ирландии? Есть государственный экзамен, который, так сказать, наравне с другими языками сдается учениками. Есть программа по обучению русскому языку в общеобразовательной школе. То есть, то, что Александра упомянула про книжку, так сказать, есть два уровня образования. То есть, есть вот так называемые русские школы выходного дня, которых в Ирландии только порядка 30 штук. Они как бы двоякую служат роль, так сказать, во-первых, конечно, это в большей степени наши соотечественники. Ну, я в широком смысле беру слово соотечественники, так сказать, люди, которые хотят поддерживать у детей русский язык. Что интересно, есть очень интересная группа таких людей, это ирландцы, которые усыновили русских детей. Их достаточно много, около 2000 детей усыновленных живет в Ирландии. Ирландцы пытаются у них тоже поддерживать национальную идентичность, так сказать, по крайней мере, в формате языка. И есть государственная программа, она поддерживает не только русский язык, но как бы русский язык – один из языков, которые включены в систему ирландского образования, как иностранные языки, конечно. Вот мы когда приглашали вас прокомментировать буквально коротко, у нас был эфир по Брекситу, и вы говорили о том, что, ну, так, возможно, в шутку, вы сказали, что у нас выборы в Европарламент в Ирландии настолько не волнуют, что мы даже русских туда отправить хотели. Ну, как-то вот так вот вы сказали. Как сегодня живут русские на территории Ирландии? Ну, я опять бы разделил, как бы, есть русские и граждане Евросоюза русские. То есть, как бы… Ну, русскоязычное население, скажем так. Еще раз, как бы, есть русскоязычное население, которое обладает европейским паспортом, и оно по всем своим правам приравлено к гражданам Евросоюза. То есть, они имеют право, так сказать, на образование, как граждане Евросоюза, они имеют право работать, они имеют право получать пособие, в том числе, как бы, и пенсию. Так сказать, многие получают пенсию, допустим, и латышскую, и ирландскую. А есть граждане не Евросоюза, то есть, та же самая Украина, Грузия, Россия и так далее. Для них нужны рабочие разрешения. К сожалению, вот в этом смысле Ирландия немножко отставлена, Европа отстает буквально. Ну, если, так сказать, объясню, в чем дело. Если в Европе гражданин не Евросоюза в одной стране получил разрешение на работу, то оно распространяется мало того, что на другие страны, но еще на всю его семью, так сказать, на близких родственников. А в ирландском случае это все в процессе находится. То есть, вот буквально две недели назад, так сказать, специалистам высокой категории разрешили допустить, взять, брать с собой семьи. А вот, к примеру, у нас сейчас есть в месте, которое называется Керет, на самом западе Ирландии, где еще говорят на ирландском языке, а не на английском. Профессор из МГУ, который специалист по кельтским языкам, был приглашен туда в качестве эксперта по ирландскому языку. Вот он, к сожалению, свою семью до сих пор перевести не может, потому что он не специалист высшей категории. То есть, вот, как бы, такая некоторая дискриминация в связи с отставанием, по-видимому, законов, есть. Но, с другой стороны, вот, я как бы скажу, товарищи радиослушатели, в Ирландии не хватает рабочих мест. Приезжайте к нам работать. Вот мы сейчас ехали... Рабочих мест или рабочей силы? Рабочей силы, да. То есть, как бы, стройки идут, Дублинский порт с удовольствием берет сейчас водителей категории, бэкер, новщиков и так далее, хорошие зарплаты, социальное обеспечение, имеется, так сказать, возможность предоставления жилья и так далее. То есть, Ирландия переживает очередной экономический бум. А когда страна, особенно небольшая, типа Ирландии, переживает бум, нехватка рабочей силы всегда чувствуется. Ну, по данным вот национальной статистики Ирландии, я нашла ее, одни из самых крупных национальных меньшин в стране, это из литовцев и латышей состоят. То есть, какие русские, ну да, вот украинцы наверняка также приезжают. Нет, Украина, Россия немного, то есть, вот у нас прошли на прошлой неделе выборы в украинском посольстве, 325 украинцев приняли участие в выборах. На выборах Владимира Путина, так сказать, примерно 500 человек приняли. Вот, когда идут разговоры, вот сейчас будет в Литве референдум про двойное гражданство, ну, ожидается, что несколько тысяч человек примет участие. Если помните, несколько лет назад по статусу русского языка в Латвии был, так не хватило, значит, бюллетеней для голосования. Посольство Латвии заказало около трех тысяч, пришло больше четырех тысяч человек. То есть, вот, как бы, косвенные данные по размерам диаспоры. Но официально, опять же, так сказать, по статусу языка и по гражданству латышский язык где-то на седьмом месте среди языков ирландцев. В Ирландии, которая используется наиболее часто, потому что есть в опроснике референдума такая вот графа, на каком языке вы говорите дома. То есть, вот, каждый 25-й ирландец говорит по-латышски дома. Интересно, да. А насколько ревностно ирландцы относятся к своему языку? Вы сказали, что есть места, где еще говорят на ирландском. Тяжелая история языка. Понятно, что два официальных языка, да, так или иначе, ирландский и английский, но все-таки. Вот тут есть такая очень сильная аналогия, как бы, мне кажется, между расставанием Латвии с Советским Союзом и расставанием Ирландии с Британией. Кстати, вот из последних шоток, вот, связанных с Брэкзитом, да, как говорят ирландцы, говорят, теперь нам понятно, почему 600 лет англичане не могли выйти из Ирландии. Про Брэкзит. Вот. Значит, существует, естественно, ирландский язык, который относится к киевской группе языков и который является главным государственным языком Ирландии. В момент получения независимости в 21-м году и последовавшей за ним такой небольшой гражданской войны на два года, новое ирландское правительство решило, что нужно все-таки использовать как основной ирландский язык и практически запретило любую профессиональную деятельность без знания ирландского языка. В результате работать стало просто некому. Был добавлен английский, так сказать, язык оккупантов в качестве второго государства. То есть он так воспринимается на территории Ирландии? Ну, он воспринимался в те времена, в 20-е годы. И в результате, ну, по официальным данным, около полутора миллионов владеют ирландским языком. Считается, что на нем постоянно общается около 300 тысяч, но из этих 300 тысяч примерно 250 – это те, которые должны по профессиональной деятельности им владеть. Там сотрудники полиции, гарды, адвокаты и так далее. Но в реальности около 40 тысяч всего человек говорят на нем на постоянной основе. Есть такие территории, называются Геллахта, в которых, так сказать, товарищи, жители их общаются в основном на ирландском языке. То есть говорить о том, что язык живой, достаточно трудно, но государство его всячески поддерживает. Вот когда мы начали делать латышскую газету, я тоже считал, что национальный язык нужно поддерживать, потому что он наиболее уязвим в нашем космополитичном мире. И детям проще на английском начать сразу говорить и им пользоваться. То же самое, кстати, и с русским языком, если он находится в чужой среде. Очень трудно объяснить детям, почему они должны пользоваться родным языком, когда им проще говорить на том языке, на котором все вокруг говорят. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом вернемся и продолжим. Главный редактор нашей газеты в Ирландии Сергей Тарутин сегодня в студии. И в следующей части будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». В гостях у меня главный редактор нашей газеты в Ирландии Сергей Тарутин. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напомню, телефоны прямого эфира 6,7212-93,9 и 6,7213-93,9. Вы также можете подключаться к нашей сегодняшней беседе и писать нам в WhatsApp 2306191. Ну вот, хотелось бы перейти так плавно к Брекситу. Британский премьер из последних новостей, да, британский премьер Тереземена попросила Евросоюз сегодня отложить Брексит до 30 июня. Туск не поддержал это предложение. Премьер-министр Великобритании о таком дедлайне решил не давать. И вот чего нам ждать 12 апреля, как вы считаете? Ну вот сегодняшняя фраза дня, да, вот «Уйти нельзя остаться», запятую должен поставить кто-то, либо Евросоюз, либо Мэй. Вот, и, собственно говоря, вот эта турбулентность неопределенности, я думаю, что и после 12 апреля сохранится, потому что никто не понимает, как Великобритания будет выходить без соглашения, и никто не понимает, как Великобритания будет оставаться без соглашения. Вот недавно по ирландскому радио была очень хорошая аналогия того, что происходит. То есть вот собрались дети и строили конструктор из лего. Потом один мальчик встал и говорит, а я забираю все свои синенькие фишки и ухожу. То есть как это он собирается сделать, в науке неизвестно, но это очень яркое отображение того, как Британия собирается выходить. Связки настолько сложные и отношения настолько непродуманные, что, собственно говоря, никто не представляет, как это будет. И я думаю, что Британия еще долго будет выходить из Евросоюза. То есть 12 апреля – это не крайний срок. Насколько будет увеличен дедлайн до 20 мая, либо Тереза Мэй скажет, а хорошо проведем выборы, либо совместно с Джереми Корвином проведем и выборы в Европарламент, и наши национальные выборы. Есть вариация такая – Евросоюз будет считать, что Британия осталась, Британия будет считать, что она ушла. Или наоборот. То есть вариации практически бесконечное море в связи с тем, что существует, во-первых, неопределенность, во-вторых, существует конкретное отсутствие политической воли и в Евросоюзе, и в Великобритании для того, чтобы каким-то образом решить вопрос. Понятно, Евросоюз хочет, чтобы Британия как-то осталась. Понятно, что Великобритания тоже на самом деле хочет, чтобы она как-то осталась. Вот, собственно говоря, первая фраза – уйти нельзя остаться. Да, и запятую каждую. В запятую, так сказать, должен поставить кто-то совместно. А возможность второго референдума вы не рассматриваете? Она вполне может быть. Вот я, так сказать, по аналогии с Ирландией, когда голосовали за Лиссабонское соглашение, пока не проголосовали правильно, никто из этих самых референдумов не вышел. Но недовольные могут быть и после второго референдума? Согласитесь, может быть, значит, если был второй, можно и третий провести или четвертый. В конце концов, это может до бесконечности продолжаться. Такое тоже бывало, да, в Евросоюзном варианте. Но Евросоюз – достаточно сложная структура. Я более согласен, так сказать, с некоторыми товарищами из Венгрии, которые говорят, что она похожа чем-то на Советский Союз. Она все больше и больше ее напоминает на самом деле. И, так сказать, как любой союз, она, так сказать, является достаточно доминирующей. То есть, если бы чуть-чуть были отпущены возможности для стран, да, особенно в смысле торговли, в смысле экономического развития, в смысле регулирования финансовой системы, то, я думаю, таких эксцессов было бы меньше. И популистских партий на европейских выборах было бы меньше. Да, у нас был звонок 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Давайте послушаем, что скажет нам наш радиослушатель. Слушаем вас, здравствуйте. Вот у меня к вам два вопросика. Первый вопрос – это какое отношение в Ирландии к России, что вот она такая агрессивная, как вот сегодня Домбровский дал интервью. А второе – вот этот Brexit, это не очень нам понятно, но я так представляю, что это типа как развал Советского Союза, ну, конечно, там заводы не остановятся, да, но параллель такую можно провести, что люди боятся вот этого границ и этих совместных экономических предприятий там сложности нарастают, да. Ну, немножко так, пару слов поясните. Да, спасибо вам за вопросы. Ну, вот какое отношение в Ирландии к России. Давайте по очереди. Вот по поводу отношений к России. Вот вчера была у меня хорошая аналогия. Мне позвонили из Эстонии, их местный президент, что собирается встречаться с Путиным. Да. За что, так сказать, усиленно она, так сказать, обливается всевозможными помоями и так далее. А по секрету скажу, вслед за ней поедет наш министр иностранных дел, которого зовут Саймон Ковани, в то же самое место, в Москве. Встречаться с Путиным? Ну, я не думаю, что он с Путиным, конечно, будет встречаться, но с Лавровым уж точно будет встречаться. Возможно, с Медведевым. Отношения у ирландцев достаточно прагматичны. То есть, да, есть, как бы, никакой радости у них от того, что, так сказать, происходило в Крыму и на Донбассе, нету. Да, после известных салсберезских событий ирландцы выслали тоже российского дипломата и выслан был один ирландский дипломат. Парадокс в том, что, допустим, в ирландском посольстве в Москве всего три человека имеют дипломатический статус. Да, и, собственно говоря, если бы ирландцы выслали двоих, то нужно было бы закрывать просто посольство. Но, с другой стороны, они относятся прагматично. Они считают, что бизнес есть бизнес, и никакого отношения к политике большого он не имеет. Если есть возможность, как бы, переходя потихонечку ко второму вопросу, Ирландия потеряет в торговом обороте с Великобританией в случае неблагоприятной ситуации примерно 15 миллиардов евро. То есть их за счет чего-то нужно закрыть. Если Россия на себя какую-то часть этого оборота возьмет, сейчас 2 миллиарда оборот торговый между Россией и Ирландией. Если добавится еще 5, то еще нужно будет 10 где-то найти. В любом случае, прагматичные бизнесмены, они исходят с такого позиции, что нужно каким-то образом будет решать ту проблему, которая возникнет. Что касается Брекзита, к сожалению, не может нам сказать ни Тереза Мэй, ни Еврокомиссия, ни Борозу, как это будет выглядеть. С точки зрения Ирландии, есть одна колоссальная проблема, которая может привести к нестабильности. Причем, к сожалению, она заложена и в том варианте, когда соглашение подписано, и в том варианте, когда соглашение не подписано. Потому что существует древний конфликт между Севером и Югом, между протестантами и католиками. Существуют республиканцы, которые в Советском Союзе были известны как IRA или Ирландская республиканская армия. Но кроме них существуют точно такие же незаконные вооруженные формирования, которые относятся к лоялистам и к протестантам. И всегда кто-нибудь будет недоволен. То есть та ситуация, которая есть, которая случилась благодаря соглашениям «Хорошей пятницы» или «Страстной пятницы». Да, «Хорошей пятницы» как раз в 1998 году, когда вы приехали в Ирландию. Она как бы ликвидировала главную проблему. То есть люди перестали себя чувствовать частью чего-то. Допустим, в Северной Ирландии мы имеем 100% крымскую ситуацию, когда больше половины жителей имеют ирландское гражданство и активно его продолжают получать. Я не очень уверен, что и ситуация с воссоединением двух сторон, двух частей страны пройдет гладко и спокойно, потому что есть люди, которые считают себя британцами, есть люди, которые считают себя не британцами, не ирландцами, считают себя ульстерцами. И они тоже, к сожалению, вооружены. И в связи с этим, конечно, риск огромный того, что если ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию, и тому пример уже есть, уже, так сказать, несколько взрывных устройств были в Лондон отправлены, и одна машина взорвалась в Дерри, это Северная Ирландия. Ну, по крайней мере, это, так сказать, мои общения вот с этими товарищами республиканскими, мне сказали, что первая таможня взлетит на воздух примерно в следующую ночь, когда она появится. То есть вы как-то тоже говорили однажды, что у доброго ирландца автомат Калашникова закопа на заднем дворе. Конечно, это тоже такое преувеличение, может быть, художественное, но так или иначе. То есть ирландцы живут в настороженности в такой, да? То есть вероятность гражданской войны, она не исключается. Это не гражданская война, там, как бы, гражданская война была в 20-е годы. В 70-е годы была, так сказать, битва непонятно за что, но в основном, как бы, за национальное достоинство, так сказать. Каждый пытался доказать свое, а учитывая вот эти родственные связи, учитывая огромное количество жителей постоянных Севера, которые при этом являются гражданами республики, это неизбежно, так сказать. Если где-то тебя на дороге остановили, непонятно почему, когда ты всегда ездил там спокойно, вот эта ситуация возникает. Ну, естественно, торговля, так сказать, во многом страны зависят друг от друга. То есть огромное количество вещей, товаров, которые производятся на севере, и поставляются в республику, то же самое происходит в обратную сторону. То есть вот аналогия с Лего еще более полуплотная, так сказать, в смысле одного острова. О чем думали товарищи, когда, так сказать, вообще решали вопрос с этим Брекзитом? Ну, по-видимому, не думали. Да, но почему этот вопрос, он настолько острый вопрос, да, и почему он так был, не знаю, замалчивый его, что ли? Забыли. Просто забыли? Забыли, да. Да, но все-таки есть ли какая-то выгода от Брекзита сегодня? Ну, в той же Ирландии, например. Ну, вот опять же вернусь, для латышей выгода такая. То есть, допустим, Ирландия усиленно готовится к худшему сценарию, то есть, соответственно, меняются транспортные маршруты, и, соответственно, все поставки будут напрямую из континента. В нашем случае, так сказать, это связь Дублин-Ростлер, это Франция вокруг Великобритании. И, соответственно, так сказать, увеличение объемов поставки, сейчас то, что идет через Великобританию, естественно, будет идти в обход ее. Соответственно, так сказать, портовые службы все усиленно, так сказать, набирают и работают. Финансовая система, финтек весь очень сильно развивается, переезжают банки к нам из Лондона. Значит, потихонечку заявляют об этом и инвестиционные, и, в общем-то, компании, которые связаны с торговлей в Европу. Но я думаю, что это такое очень временное явление, и все будет зависеть от того, все-таки, что случится с Брекзитом. Если Евросоюз будет дальше закручивать гайки, то есть, главная проблема Ирландии, она зависит от вот этих международных, или, как говорят, multinational компаний, типа Google, Facebook, PayPal, Dell и так далее. Они радуются низкому налогу на прибыль, который 12,5%. То есть, любое усиление Евросоюза, естественно, приведет к тому, что он будет выжимать вот эти зоны низкого налогообложения из реала своей экономической деятельности. Собственно говоря, и вот это противоречие Брекзита в основном построено было на неких экономических предпосылках. И в этом случае, конечно, Ирландия тоже потом пострадает, но не сейчас, а потом. А прямой убыток 15 миллиардов – это двусторонняя торговля между Британией и Республикой. Да, но что касается тех бизнесменов, которые могут получить какую-то компенсацию, они, получается, заинтересованы в том, что политики тянут время? Нет, нет, это большие европейские программы. Европа и Британия, так сказать, готовятся к процедуре и, соответственно, выделяют ресурсы для возможных потерь. То есть, вот любой предприниматель, который в Ирландии посчитает, что для него Брекзит, так сказать, реально влияет на его бизнес, на его пограничную торговлю, может получить 2000 евро. Кроме этого, есть достаточно широкий спектр… Ну, единоразово надо подчеркнуть, что здесь… Да, широкий спектр. Помните, к примеру, сейчас налоговая служба Ирландии, она рассылает усиленно всем письма о том, что если вы почувствуете, что вы, так сказать, несете убыток от… Брекзита, да, и в первую очередь потерю того торгового оборота из возможных возникновений границ, затяжки платежей и так далее, то обратитесь к нам, и мы попробуем вам каким-то образом помочь, так сказать, сделать налоговые каникулы какие-то, так сказать, растянуть. То есть, налоговая служба… Да, очень заботливо. …тоже пытается позаботиться о возможных последствиях. Они не говорят, что они не будут просить налоги, но они говорят, что мы каким-то образом поймем вашу ситуацию, если вы не сможете в нужный момент оплатить налог. Как вас конкретно касается Брекзита, нашей газеты? Ну, честно говоря, у нас хорошие очень связи с общинами и Белфаста, и в Дэре есть большая русская община, и вообще наши люди достаточно широко живут, и достаточно много наших знакомых даже живет на территории Северной Ирландии. Я бы не сказал, вот, конечно, так сказать, это не нужно говорить налоговой, что это нам совсем не будет плохо от этого. То есть, мы не столь зависим от Брекзита, сколько именно от самой границы. То есть, допустим, когда тебе просто взять, сесть на машину и через полтора часа оказаться в Белфасте, решить какие-то свои вопросы и поехать обратно, а не тратить на это несколько дней для того, чтобы пройти таможенную границу, оформить какие-то документы. Уже стоит вопрос о том, что не будут приниматься, допустим, страховки на автомобиль, то есть, тебе нужно будет на границе оформлять страховку какие-то, платить пошлину за то, что ты въезжаешь и так далее. То есть, это, конечно, очень грустно от того, что ты не можешь как-то вот взять и поехать. То есть, вот раньше у нас очень была хорошая традиция, мы там с супругой садились в воскресенье и ехали, такой вот между странами ты можешь за один день проехать из одной страны в другую. Такое не во многих местах Европы, а уж тем более в России, возможно, что-то там за один день бывало в двух странах. Ну и плюс, допустим, у меня дети живут сейчас в Эдинбурге, они работают. Конечно, у ирландцев особый статус в Великобритании, их больше 15 миллионов, там с ними нельзя будет так поступить, так сказать, как, допустим, с латышами и литовцами, их нельзя будет просто выгнать, потому что они живут веками. Но, тем не менее, все равно устаётся вопрос, какой будет статус после того, как что-то случится. То есть, да, нас всех держат, так сказать, в неких заложниках политической системы. И неопределённости, наверное, да? И она сохранится, к сожалению, она сохранится теперь надолго. Но в Британии и сейчас растёт число желающих получить ирландское гражданство? Да, да. Самое большое число заявок за последние несколько лет получено именно от жителей Великобритании. Жители Северной Ирландии получают автоматом. Значит, были опубликованы данные, что-то около 700 тысяч человек в прошлом году попросили ирландское гражданство на основе крови в основном. То есть, это дети и внуки ирландцев, которые когда-то переехали на соседний остров Назарубки. То есть, эта процедура довольно лёгкая, наверное, просто получить это гражданство из Британии? Ну, есть как бы вопросы. То есть, нужно предоставить определённые подтверждения своих слов, но ирландцы, в общем, не отказывают. Единственное, что это блокирует работу самих иммиграционных служб в Ирландии, потому что вот в этом отделе по натурализации иммиграции работает всего три человека. Раньше они обслуживали там 25-30 тысяч заявлений в год, а тут, так сказать, больше полумиллиона заявлений одновременно. Естественно, как бы наши страдают, кто ждёт ирландского паспорта, потому что в очереди стоять в одной. А язык нужно сдавать? Нет. Не нужно. Ну, в таком случае, наверное, это и есть та самая облегчённая процедура, о чём и говорят, раз не нужно сдавать язык. Нет. Нужно. Единственное, как бы сейчас происходит торжественная церемония по вступлению гражданства, нужно зачитать 10 слов присяги на английском языке. Что касается Терезы Мэй, как её в Ирландии оценивают её личность, её фигуру? Ну, на самом деле всё хуже и хуже. То есть, как бы, понятно, что, скажем так, человек, с которым практически невозможно договариваться, точнее, как бы с ней можно договариваться, но непонятно, что она может в результате предложить. То есть, её договорённости с ней не стоят ничего особенно ценного. Поэтому вчера вместо Терезы Мэй, так сказать, к нам приехала Ангеля Меркель, которая, так сказать, более доверительно отнеслась к ирландцам, чем Тереза Мэй. Тереза Мэй точно знает, что в том варианте, который сейчас есть, она не доживёт до некого хорошего результата вот именно с ирландской границей. Хотя обещания были даны, что границы не будет, но как это произойдёт, непонятно. Вообще, как бы очень странное отношение к британскому истеблишменту. Последнее время в Ирландии ирландцы пытаются как можно меньше в этом смысле общаться и в основном ведут дела через Евросоюз. С одной стороны, это как-то настораживает, потому что, естественно, где Ирландия, а где Евросоюз. Но с другой стороны, как бы хотелось бы, чтобы ирландское правительство и свою позицию какую-то выражало, пока программа правительства, ирландского правительства, в основном отражает социальные потребности. То есть первоочередные социальные потребности – это получение, так сказать, соответствующих пособий, медицинского обслуживания и так далее, гражданами Ирландии, проживающими в Великобритании, вот в случае неблагоприятного исхода. Но какой-то политической позиции у Ирландии, собственно, и нет. Она практически на 100% зависит от того, какая будет договоренность между Евросоюзом и Великобританией. Вот вы упомянули Ангелу Меркель, и как раз не так давно немецкий политолог Александр Рарбул в нашем эфире, он сказал, что Ангела Меркель хотела войти в историю как человек, который разрушил все стены и просто сделал границы открытыми, но она просчиталась. Вот что касается мигрантов на территории Ирландии, как коренные ирландцы воспринимают приезжих? Ну, ирландцы, ирландцу рознь. Когда я первый раз приехал и запустил газету, мне многие ирландцы помогали. Они говорили, вот мы прожили в Америке, мы прожили в Британии, и мы помогали друг другу. И ты хорошо делаешь, что пытаешься помочь своим. Я хочу как бы отметить, что не знает Ирландия страна иммигрантов. От 60 до 180 миллионов ирландцев живут при территории острова. И, соответственно, в каждой семье есть некая история иммиграции. Когда собирается большая семья, там люди из Австралии прилетают, из США, из Британии, из Бразилии, отовсюду. Но я бы не сказал, что последнее время, скажем так, очень просто складываются отношения. То есть были случаи, особенно в Северной Ирландии, когда были противостояния между иммигрантами и местными жителями. Я не скажу, что это на ровном месте возникает, потому что сейчас наиболее авторитетная банда по поставке наркотиков в Белфест – это литовцы. То есть, возможно, там была какая-то база, которая не имела отношения к национальности, а просто было деление рынков. Но в общем и целом ирландцы с пониманием относятся к иммиграции. И поскольку существует востребованность постоянно в рабочих кругах, они понимают, что кто-то должен работать. То есть, недавно у меня были гости, говорят, вы знаете, вот в Германии до шести часов работает магазин, а у вас? А у нас, говорю, есть поляки и литовцы, которые позволяют магазину работать до десяти вечера. Так что не переживайте, ирландские магазины работают и в субботы, и в воскресенье, и позже. То есть заинтересованы ирландцы? Да. Они понимают, что эти люди им помогают. Насколько им успешно удается интегрироваться? Детям, да. Взрослым сложнее? Детям, да. Взрослым гораздо сложнее. Я, когда начинал газету, я думал, что мы не нужны будем через несколько, через десять лет, когда все будут, так сказать, читать и говорить по-английски, им не нужно будет какую-то давать информацию. Но я ошибся. То есть вот те люди, которые сами приехали самостоятельно, они, ну, может быть, они воспринимают что-то и то, и другое. Но они привезли свое, и они с этим и останутся. То есть мы всегда останемся иммигрантами. Правда, вот ирландцы иногда, мой акцент путают с акцентом жителей Керри, где говорят на ирландском языке. То есть принимают за своего. Да, но не то, что воспринимают за своего, он не свой, конечно, но вот с этим русским акцентом, который, так сказать, из Керри. Но дети, допустим, на сто процентов интегрированы. Другой вопрос, что у детей важна ситуация с сохранением своей национальной идентичности. Ну, нам уже скоро пора заканчивать. Но вот под занавес эфира хотел бы вас спросить нередко, опять же, сегодня к вопросу миграции. Можно услышать, что ввиду всей глобализации, открытых границ, вот этой исламизации христианского общества, это один из главных вызовов, перед которым сегодня стоит весь мир. Это является проблемой сегодня для Ирландии? Потому что мы можем вспомнить недавний теракт, который произошел в Новой Зеландии, в таком месте, райском месте. Вот насколько это сегодня волнует жителей Ирландии? Ну, волнует, волнует, то есть, как бы, она такая очень сложная двусторонняя проблема. То есть, первое, что ирландцев волнует, это вот катастрофа католической церкви в связи с всеми скандалами связанными, с педофилией и так далее. И вот я скажу, что в прошлом году Папа Римский, уже Франциск, приезжал в Ирландию, и это была катастрофа. Они рассчитывали, что придет около двух миллионов человек. Дай Бог пришло, так сказать, 150 тысяч, потому что... То есть, к нему потеряли уважение? Люди теряют... Люди ждут, что католическая церковь что-то сделает. То есть, вместо того, чтобы, так сказать, искать какие-то оправдания, она просто конкретно что-то сделает для того, чтобы изменить ситуацию. Я надеюсь, что это, может быть, произойдет. Хотя любая церковь – это структура весьма консервативная. Уже потом вот эта проблема с исламизацией, то есть, она именно происходит на фоне потери интереса людей к традиционной религии. И, соответственно, были случаи, и вот сейчас недавнешние, когда обнаруживали ирландцев, причем католичка, так сказать, оказалась в рядах этой, так сказать, исламского государства, и был человек якобы из Белоруссии с ирландским паспортом, тоже, так сказать, захвачен был, так сказать, свободной сирийской армией и так далее. И вот в Англии та же самая ситуация, когда девочек, так сказать, чуть ли не до смерти, их младенцев, так сказать, отменяли. То есть, такая ситуация достаточно непростая. То есть, как бы, и основная проблема все-таки не в исламизации, а в том, что христианская религия, христианская церковь, мне кажется, мало делает для того, чтобы быть полезной людям, как это было раньше. Ну что ж, спасибо вам, что пришли к нам в гости. Главный редактор нашей газеты в Ирландии Сергей Тарусин был с нами в студии. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, Александр. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры подогнали Симон.